Борис Юзенгаузен, политтехнолог, присоединяется к нашему эфиру. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Радуют те новости, которые приходят из Польши, что те, которые рассыпали украинское зерно, они уже предстали перед судом. И это дает надежду на то, что в польском обществе и во власть есть те люди, которые понимают, что происходит. Это мое ошибочное впечатление, мое желание видеть так ситуацию, либо так оно и происходит на самом деле. Помогите разобраться. Помогаю. Ну, значит, давайте я за минуту буквально поясню, что вообще происходит на польской границе. То есть, напомню, что осенью этого года перед выборами в Польше бастовали перевозчики. Перевозчики. Они, собственно, взывали к польскому правительству и говорили, что, ну вот смотрите, вы украинским перевозчикам обеспечили транспортный безвиз, это тогда так называлось, а теперь эти украинские перевозчики стали абсолютно неконкурентны нам, их нанимают из других стран. Ну, в общем, они демпингуют наш польский рынок, хотя на самом деле там все было абсолютно иначе. И тогда бастовали персонажи, там прям есть конкретные люди. Рафаэл Меккель, да, так его зовут. Структура, которая называется конфедерация. И вот тогда они бастовали, но потом, когда выборы в Польше закончились, они перестали бастовать. В начале этого года начинают бастовать фермеры. Ну, я их пока в кавычках называю фермеры, сейчас поймем почему. И снова у руля блокировки украинско-польской границы тот же самый Рафаэл Меккель или Меркель и вот эта конфедерация. А я еще специально посмотрел, зашел, а что же эти лидеры конфедерации говорили до войны в Украине. А они говорили про многовекторность, они говорили про то, что нужно дружить с Россией и с Китаем, они говорили про то, что Европейский Союз – это зло, с его квотами нужно выходить из этого Европейского Союза. Ничего не напоминает как бы тезисы этих. Идем дальше. Вот сейчас, что происходит сейчас? Мы видим абсолютно агрессивную ситуацию. Высыпают зерно, высыпают кукурузу, высыпают рапс. И говорят, что чего это вы из своего украинского зерна везете к нам? Никто не спрашивает. Вот из тех фур, из которых высыпают, никто не спрашивает. А куда едут эти фуры? В Германию, чтобы дальше в порт, в Гамбург или еще куда-то. Или потом они поедут в Африку, это зерно повезут и так далее. Просто никто не спрашивает. Прокалывают шины, высыпают зерно, блокируют не только пограничные переезды, а блокируют еще и железнодорожные переезды. А и не только зерно. То есть вот когда высыпается зерно на рельсы, когда высыпается кукуруза из десятков вагонов, встают все составы. И с зерном, и с другой продукцией, и с курятиной, и с яичным порошком, с чем угодно. То есть встают абсолютно все составы. Мы прекрасно понимаем, что речь идет о полной блокаде товарной из Украины. Это вот мы здесь фиксируем. Почему происходит это сейчас? Да потому что новые выборы в Польше. На весну назначены местные выборы, на которых вот эти вот персонажи, которые возглавили эту блокировку, тоже планируют взять определенные голоса себе. То есть вот правое крыло в Польше, оно набирает силу. Вопрос главный. Почему польская власть ничего не делает? Вопрос главный. Да, вы можете уголовное дело завести на тех, кто высыпает зерно, но на тех, кто в воюющей Украине, в воюющей Украине блокирует границу и блокирует на сотни-сотни миллионов долларов. А там речь идет реально. В месяц мы теряем 400 миллионов долларов дохода. Зерна там вот небольшая часть только. То есть вот завести дела на этих людей. А с нашей стороны, кстати, я пару раз слышал, что кто-то говорил про угрозу национальной безопасности. Но так в открытую и так прям ткнуть носом в это никто не осмелился. А это ведь угроза национальной безопасности. А почему ввели когда-то транспортный безвиз? Я напомню. Потому что Россия заблокировала тогда еще полностью морской коридор по вывозу. И тогда нам сказали украинцы, мы идем вам навстречу, вывозите через нас зерно. Румыния сейчас экстренным методом строит дополнительные логистические пути. Потому что понимает, что это прибыль. И зерно, которое идет через Польшу, ну, есть нюансы, есть, кстати, моменты, когда это зерно вдруг оказывалось не там, куда оно шло, а седало на польских рынках. Но если мы говорим про кормовое зерно, про кормовую кукурузу, то польские фермеры счастливы, что им поступало это дешевое сырье для корма. А теперь главная причина, почему фермеры не только в Польше, в Румынии, в Венгрии, по всему Евросоюзу протестуют. Только кто-то вываливает навоз и выливает вино под свой парламент или выезжает в Брюссель, блокирует там дороги, где, по их мнению, все зло сосредоточено, а кто-то почему-то украинскую границу блокирует. Главная причина. В чем она? Европейским фермерам ввели новую норму. Она называется Green Deal. Зеленая сделка. По этой норме европейские фермеры должны выращивать свой агропродукт с учетом новых зеленых европейских норм. То есть, что это значит? Классические удобрения нет. Давайте удобрения, которые экологические. Они гораздо дороже. Выбросы контролируем, выращиваем по определенной технологии. То есть, им фактически удорожали стоимость конечного продукта. Неважно, о чем здесь идет речь. О сельскохозяйственной продукции или о животноводчестве. Все равно в конечном итоге дороже конечный продукт. Они предъявляют претензию Брюсселю, Европейскому Союзу. Мы не хотим эту зеленую сделку. Либо вы нам тогда даете компенсацию, которая называется дотация для фермеров. Вы нам датируете наше производство. И мы тогда по вашим новым зеленым стандартам производим продукцию. Европейский Союз и Брюссель говорят, что нет, так не пойдет. И вот оно пошло-поехало. Навоз на улицах, сено, битвы с полицейскими, вино на дороге и так далее. То есть вот в чем ключевая причина. Но почему-то большинство фермеров европейских стран бастует против конкретной причины и конкретно тех людей, которые вводят им эту зеленую сделку. А отдельные личности блокируют украинскую границу и наносят нам серьезный экономический ущерб. Я, надеюсь, уложился в полтора минуты и постарался объяснить. Борис, мы готовы слушать вас даже больше. Спасибо, что вы на этот вопрос ответили настолько спокойно, терпеливо и понятно. Мне кажется, что Борис эту фишку, кстати, взял из интервью Путина Карлсону про минуту. И там было 30 секунд на Рюриковичей. Но, в отличие от Путина, здесь был предмет разговора и крайне важный для нас. Спасибо вам за то, что объяснили. Борис, вопрос. Добавлю, что еще на этих, кстати, акциях постоянно звучат время от времени призывы к Путину помочь разобраться в этой ситуации. Серп и молот появляются на тракторах. Портреты Путина. Ну, то есть, это из истории про зерно далеко ушло. Хочу вас спросить о другой акции, которую готовят россияне. Об этом сказал Кирилл Буданов. Так называемый Майдан-3. И если коротко объяснить эту концепцию, которую глава нашей разведки объяснял, то, пользуясь моментом окончания пятилетнего правления Владимира Зеленского, россияне хотят разогнать месседж о том, что теперь он якобы президент нелегитимный. И вообще, что за верховный главнокомандующий теперь будет раздавать приказы армии и вооруженным силам Украины. И это должно, по мнению, опять-таки, Кремля повлиять на наших военных. И произойти, может, какой-то переворот или даже бунт. Вы верите в подобные инструменты? Ну, при грамотном приложении с точки зрения плеча необходимого, с точки зрения физики, вполне возможно. Только тут, знаете, что меня насторожило? То, что понимаю... Я уже не первый раз, и, кстати, сам президент Зеленский говорил о том, что будут раскачивать эту ситуацию на встрече с фракцией. Я вот пообщался с некоторыми депутатами, он об этом говорил, и Буданов об этом говорил. То есть все об этом говорят, но никто не выпускает в информационное поле тех, кто с точки зрения конституционного права, международного права, избирательного права правильно оттрактует эту ситуацию. Кто скажет, смотрите, абсолютно законодательно правильно будет, если вот при отсутствии и возможности проведения выборов Зеленский дальше будет выполнять роль президента и верховного главнокомандующего. Вы хоть одного человека такого видели, который профессионально, со ссылкой на статьи Конституции, со ссылкой на статьи или на примеры иные международного права, нам бы это пояснил. Я не видел этого. Вот в чем проблема, понимаете? Если бы зарядили армию людей, которые... Ну, это я как политтехнолог, наверное, уже во мне проснулся. Не фермер, как в предыдущем вопросе, а политтехнолог. То есть я бы, например, поступил именно так. И не старался замолчать проблему и сказать, вот они раскачают Майдан-3, готовимся, смотрим, кто выйдет и так далее. А просто вменяемых, авторитетных людей выпустил. И даже оппозиционеров. Вот в лагере, например, того же Петра Алексеевича Порошенко или Юлии Владимировны Тимошенко, соответственно, есть люди, которые профессионально владеют этим вопросом. Там Власенко, еще кто-то. Я бы им задал этот вопрос. Они, уберегая собственную репутацию, все равно ответили бы вам, что вот это не будет нелегитимным или как-то еще. Плюс посыл про нелегитимность – это не только посыл на внутреннюю аудиторию, это еще и посыл на аудиторию внешнюю. Смотрите, а с кем вы там разговариваете? У него же все, там сроки правления закончились. Это история российская. Почему они ее будут, частично российская, почему они ее будут качать? Потому что у Путина пройдут выборы, они пройдут на вновь оккупированных территориях. Донбасс, часть Луганской области, часть Запорожской области. Они там пройдут, в Крыму. И он вынужден будет объяснять всему миру, что выборы там признать никто не может. Мы же понимаем, он просто взял, вписал себе в конституцию нашей территории. Там их никто признать не может, а международные избиратели туда не приедут, маргиналы какие-то только там будут. В итоге он будет проводить параллели. Смотрите, а что это я нелегитим? Вот он нелегитимный. То есть это классика Кремля зеркалить месседж свой абсолютно про нелегитимность. Поэтому я удивлен таким слабым, ну если хотите, ответом команды, которая должна профессионально была это предвидеть. Борис, ну Путин же не скрывал, он же сам как-то сказал, кто как обзывается, так и называется. Ну то есть вот это же его формула, по которой он работает, поэтому очень правильно сказали, именно зеркалить. Ну а в нашей ситуации предупрежден, значит вооружен. И спасибо вам, что помогаете нам вооружаться. Водить Путина за нос. Это очередной раз. Спасибо вам большое, Борис. Борис Тизенгаузен, политтехнолог, был в нашем эфире. Спасибо.